Но я думаю, что до 60% трансфузий в нашей стране проводятся необоснованно. Если есть возможность не переливать, то лучше не переливать. В лечении тяжелых массивных кровотечений самое главное – это время. Мы перешли в эру так называемой факторной терапии кровотечений. Сегодня у нас в гостях заведующий отделением экстракорпоральных методов лечения и детоксикации Национального центра акушерства и гинекологии имени Кулакова, доктор медицинских наук, профессор Олег Владимирович Рогачевский. Олег Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина Викторовна. Я очень рада возможности обсудить с вами вопросы гемостаза и менеджмента крови сегодня. Наверное, я не ошибусь, если скажу, что вы являетесь одним из основных идеологов крови сбережения в Российской Федерации. Вот прям вот так скажу. Скажите, пожалуйста, идея patient blood management, она возникла когда? Да, то есть какова история этого вопроса? Екатерина Викторовна, во-первых, я хочу вас поблагодарить за приглашение. Поговорить сегодня на такую важную тему. Что касаемо менеджмента крови пациента, ну, конечно, я не настолько являюсь самым главным лидером. Это командная работа, и менеджмент крови пациента на сегодняшний день занимается очень большое количество специалистов Российской Федерации. И в дальнейшем, когда мы с вами будем говорить, я, наверное, скажу о том, что все то, чем мы занимаемся, выполнимо только при командной междисциплинарной работе. А история создания, как мы к этому пришли все в Российской Федерации, она достаточно долгая уже. На самом деле, вы знаете, что в трансфузиологии проблемы были всегда. И на одном из моих докладов есть такой очень интересный слайд, на котором я показываю фотографию книги, которая была написана в 1679 году на латыни, известном в те времена врачом Георгом Абрахамом Мерклиным. И название этой книги уже было очень интересным. Она называлась «Как восход и закат переливания крови». Это свидетельствует о том, что проблемы и острые вопросы переливать или не переливать в трансфузиологии были всегда. Но учитывая достаточно большое количество различных негативных последствий донорских трансфузий, в конце 90-х годов прошлого века в Австралии была впервые сформирована концепция, которая получила название «Пэшн Блот Менеджмент». И целью этой концепции явилось, скажем так, уменьшение или воздействие на ряд факторов предоперационных, которые могут уменьшить частоту аллогенных трансфузий. И вот в конце 19-го года этого уже столетия в нашем Центре акушерской гинекологии имени Владимира Ивановича Кулакова конечно, под очень, при огромной, огромной помощи и содействии и по инициативе нашего директора, академика Сухих Геннадия Тихоновича, было принято решение создать междисциплинарную ассоциацию «Менеджмент крови пациента». Но немножко истории, если вы позволите. Центр акушерской гинекологии уже на протяжении последних 25 лет занимался в той или иной степени различными методами, которые тогда мы называли как методы кровесбережения или методы бескровной хирургии. Мы первые в мире еще в 93-м году сделали интраоперационную аппаратную реинфузию крови при операции кесарево сечения. Это селсевер? Это селсевер, да. Давайте мы будем избегать словосочетания селсевер, потому что селсевер – это фирменное название, аппаратов, выпускаемых фирмой Гемонетикс. Просто вошло так, что этот аппарат был наиболее востребован в мире, и много людей им использовалось, и поэтому вот это название селсевер, оно уже стало, наверное, нарицательным по отношению именно к интраоперационной реинфузии. А правильно, все-таки это аппаратная интраоперационная реинфузия крови, а именно эритроцитов. А на каких аппаратах она будет выполняться, это иногда уже не имеет значения. Кто у кого какие есть, тот на тех и делает. Но именно мы первые, кто использовал именно при кесаревом сечении, потому что изначально данные аппараты широко применялись в кардиохирургии, они применялись в травматологии, ортопедии, и очень часто, особенно при операциях, связанных с энтропортизированием тазобедренного сустава, поскольку давали возможность так называемой послеоперационной сбора дренажной крови и для того, чтобы возвращать эти эритроциты пациентам. И вот за много лет, фактически с 93-го года, у нас накопилось громадное количество различных методик, такие, как и аутоплазма, донорство, от которого мы на сегодняшний день отказались и ушли, а в свое время использовали широко его. Ну, наверное, это связано с тем, что на сегодняшний день появилось громадное количество современных гемостатических препаратов, современных препаратов, действующих на систему гемостаза. Изменился шовный материал, изменились подходы вообще к хирургии, подготовке больных к операциям. И в связи с этим, да, аутоплазма в акушерстве ушла на второй план, и поскольку мы не видим сейчас рентабельности использования данной технологии. Но это было, это давало нам определенный опыт нашего развития. И вот уже в конце 19-го года среди наших многочисленных друзей из гематологического научного центра, из Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, из Центра нейрохирургии имени Бурденко, из Института Склифосовского, из Центрального института травматологии и ортопедии, где у нас везде есть наши друзья и наши единомышленники, мы пришли к такому выводу, что нам нужно объединиться в ассоциацию для того, чтобы мы смогли все наши имеющиеся знания, наш опыт привести к какому-то единому знаменателю и постараться внедрить его уже на уровне не только крупных федеральных центров, где это работает уже, а именно и в различных регионах Российской Федерации, в крупных областных больницах, перинатальных центрах, с целью того, чтобы мы могли оказывать более качественную, более безопасную помощь нашим пациентам. Но получается, что patient blood management – это не то, чтобы перечеркнуть все, что было в гемотрансфазиологии ранее, а это некое, так скажем, накопившиеся данные, которые дают основания для нового направления и, видимо, какой-то систематизации вот тех технологий, которые появились на сегодняшний день. Совершенно верно. И, к сожалению, вы поставили очень важный, такой животрепещущий вопрос, поскольку иногда технологии менеджмента крови пациента, patient blood management, они почему-то начинают в штыки восприниматься теми, кто занимается заготовкой донорской крови. И здесь я хочу сказать, что это не противопоставление переливанию крови и ее компонентов, никоим образом. Это только программа направленная и модель направленная на то, что мы можем сделать для того, чтобы меньше переливать и переливать рационально. Я, когда читаю лекции студентам, ординаторам, я всегда говорю, что мы не стремимся не переливать, вот просто не переливать, потому что это либо плохо, либо это опасно. Нет, конечно. Мы стремимся, чтобы не переливали необоснованно. А вы знаете, что, к сожалению, официальных данных нет, но я думаю, что до 60% трансфузий в нашей стране проводятся необоснованно. Это те трансфузии, без которых можно было обойтись. Но, конечно же, мы никоим образом не хотим себя противопоставлять службе крови. И это даже подчеркивает то, что членами правления нашей ассоциации является президент ассоциации трансфузиологов России профессор Жибурт Евгений Борисович, с которым я отношусь с огромным уважением и почтением. Это действительно один из лидеров в российской трансфузиологии. Даже, наверное, не один из лидеров, а действительно лидер в российской трансфузиологии. И не только в клинической, но и в производственной. Он очень хорошо знает всю проблему. Это в нашу ассоциацию входит Мор Юлия Владимировна. Это руководитель огромного центра крови Новосибирского, который всю жизнь занимается именно производственной и клинической трансфузиологии. Поэтому, слава богу, нам удалось найти вот такой консенсус между специалистами, именно трансфузиологами, которые занимаются заготовкой компонентов донорской крови. Но я всегда говорю еще одну фразу, которой я абсолютно уверен. на сегодняшний день российская служба крови это, я считаю, одна из самых высокотехнологичных вообще в медицине. Ну, наверное, мне даже сложно с кем-то еще сравнить по тем технологиям, по тому уровню развития, который был достигнут буквально последние 10-15 лет. Конечно, здесь это все произошло благодаря действительно действию нашего правительства, которое вложило огромные деньги в настоящий момент в развитии службы крови. И им удалось буквально, вот я считаю, за очень короткое время привести ее к таким высоким очень показателям именно и экономическим, и показателям безопасности и эффективности тех компонентов, которые на сегодняшний день производятся службой крови Российской Федерации. Но мы, когда говорим о менеджменте крови, я еще раз подчеркиваю, мы говорим о том, что даже при том, что мы на сегодняшний день имеем очень качественные и очень хорошие компоненты крови, любой из них все равно представляет определенный риск потенциальный для рецепиента. Я вот всегда говорю тоже, никто никогда не смотрел внимательно на мешок с донорской кровью, но если вы посмотрите на его этикетку, то там внизу мелким шрифтом написано, что может быть источником передачи инфекционных заболеваний. И на сегодняшний день, когда мы говорим о донорской крови, конечно, мы тестируем ее на все самые, скажем, опасные инфекции, это ВИЧ, гепатиты, даже есть тесты на цитамигаловирус, но у нас на сегодняшний день существует громадное количество вирусов, на которые мы не тестируем, тот же вирус Эпштейн-Бара, на который, допустим, кровь тестируется во многих странах мира. Поэтому мы должны всегда помнить, что любая донорская трансфузия несет себе потенциальную опасность. Вот если мы заговорили об осложнениях, может быть, это частный метод, но тем не менее, я вот в медицине уже больше 20 лет. И, естественно, как сотрудник стационара, как врач стационара, то есть мы применяем гемотрансфузию, я могу сказать, что вот за этот опыт, чтобы у нас было какое-то серьезное осложнение после гемотрансфузии, я, честно говоря, не припомню. Знаете, я здесь скажу следующим образом. Слава Богу, но ведь мы должны мыслить шире, и слава Богу, что вы не видите трансфузию. Иногда говорят так, что достаточно один раз доктору увидеть тяжелое посттрансфузионное осложнение, такое, допустим, как острое трансфузионное поражение легких, которое связано как с трансфузией свежезамороженной плазмы, заготовленной от женщин, имеющих в анамнезе более двух беременностей. Кстати, на сегодняшний день практически во всех европейских странах донорская плазма, заготовленная от женщин, исключена из клинической трансфузиологии. У них, конечно же, берут кровь, они являются донорами, и никто не может в этом отказать, но их плазма используется для получения препаратов, таких как иммуноглобулины, альбумины, концентраты, фибриногены и так далее. А вот в клиническую трансфузиологию все-таки во многих странах поступает только мужская плазма, и я мечтаю, что я, наверное, может быть, доживу до того времени, когда и в Российской Федерации будет принято такое, не знаю, постановление или закон, который регламентирует использование в клинической трансфузиологии только свежезамороженной плазмы, полученной от мужчин. Но мы очень часто забываем, что мы же на самом деле не знаем, что мы переливаем. Фактически любая трансфузия, кровь — это ткань. Фактически любая донорская трансфузия — это пересадка ткани. И не бывает двух одинаковых людей, нас не на принтере же всех распечатали. Поэтому мы с вами даже, посмотрите, среди групп крови есть фенотипы, и одна группа крови, человек может различаться по фенотипам, по тем или иным. И подобрать бывает очень сложно, но даже не это. Вот вы знаете, я помню, к сожалению, не могу сказать точно из какого уже источника, это было давно, но это очень известная вещь, когда женщине, у которой не было никогда аллергии, перелили плазму от донора, у которого была аллергия на клубнику. Эта женщина тоже заработала эту аллергию на клубнику, она стала ей страдать. То есть до конца мы не знаем, что мы переливаем. Мы знаем, что там нет вирусов, мы можем на сегодняшний день и должны наиболее широко использовать методы вирус-инактивации, тем более мы имеем на сегодняшний день современные аппараты, к сожалению, опять импортные, которые позволяют нам провести вирус, сделать и вирус-инактивированную плазму, и вирус-инактивированные тромбоциты, и на сегодняшний день есть уже работы по получению вирус-инактивированных эритроцитов, но мы же не знаем о таких вещах, как, допустим, микровизикулы, которые находятся в межклеточной жидкости, которые могут также нести в себе различные компоненты, которые могут подействовать в дальнейшем. Мы этого не знаем, поэтому говорить о том, что мы, если мы чего-то не видим, это не значит, что этого нет. Вот я так считаю. Слава Богу, вот вы говорите, вам не доводилось видеть тяжелых осложнений, связанных с трансфузией, а мне доводилось, мне доводилось видеть несколько раз именно тяжелые трали, с которыми очень тяжело справиться. Слава Богу, наши анестезиологи, реаниматологи, работающие в нашем центре, обладают огромным потенциалом, огромными знаниями, огромным опытом, и нам удалось справиться с этими осложнениями. Но я все-таки считаю, что если есть возможность не переливать, то лучше не переливать. Вы знаете, как всегда говорил Андрей Иванович Воробьев, академик Воробьев, который много лет руководил гематологическим центром, он всегда говорил, самая безопасная доза крови это так, которую никому не переливит. Самое сложное в специальности Самое сложное в специальности это когда ты видишь, что ты бессилен, особенно в лечении действительно критических больных, и когда ты понимаешь, что ты не знаешь, что еще сделать, а тебе это очень хочется, и ты каждый день думаешь потом, что ты не сделал, что мог бы сделать, если... В общем, самое сложное это терять своих пациентов. Скажите, пожалуйста, вот сейчас уже можно так говорить, в эпоху COVID-19 менеджмент крови он претерпит какой-то... Ну, не знаю, это будет плата, это будет наоборот прогресс развития вот этого направления. Как вам кажется? Ну, очень надеюсь, что это будет прогресс развития этого направления, и к этому нас буквально неделю назад очень активно призывает Всемирная Организация Здравоохранения, которая выпустила такой пресс-релиз, который с пожеланиями о как можно скорейшем внедрении менеджмента крови пациента в государствах участницах Всемирной Организации Здравоохранения. И это связано с тем, что на сегодняшний день, к сожалению, в условиях пандемии мир столкнулся и с дефицитом доноров. И не потому, что очень много людей болеет, а потому, что на сегодняшний день с началом такой достаточно серьезной массовой вакцинации у нас большое количество доноров, которые после вакцины не имеют права задавать в течение трех месяцев донорскую кровь, и это внесло очень негативный вклад в количество заготовленной крови, особенно это видно в Европе, в Соединенных Штатах Америки. И на сегодняшний день мир столкнулся с дефицитом качественных компонентов донорской крови. Поэтому, конечно же, менеджмент крови пациентов в эпоху пандемии должен развиваться и должен внедряться повсеместно. И, вы знаете, самое интересное, что это не требует каких-то огромных затрат. Это требует просто грамотного и качественного отношения врача к подготовке и ведению пациентов с хирургической патологией. К сожалению, у нас очень часто врачи не обращают внимания на лечение железодефицитной анемии, которая во многом по последним европейским данным предоперационная анемия составляет 75% среди пациентов, направленных на плановые операции. Это не только акушерство и гинекология, это различные хирургические... Но у вас в институте даже есть такой, не знаю, такой девиз, да, стопанемии или направление, как это правильно сформулировать. Это даже не девиз, это действительно еще до того, как мы создали ассоциацию, мы уже очень большое внимание уделяли подготовке наших пациентов именно в плане лечения предоперационной железодефицитной анемии, поскольку, если мне память не изменяет, то по данным Росстата у нас более 35% беременных женщин страдают железодефицитной анемией, женщины репродуктивного возраста более 24% и женщин после родов более 25%, то есть фактически каждая четвертая женщина после родов страдает железодефицитной анемией, я считаю, это вообще недопустимо, ведь мы с вами все выступаем за грудное вскармливание, а если у кормящей матери будет железодефицитная анемия, то железодефицитная анемия в 100% случая будет и у ее ребенка, поэтому этого нельзя допускать, с этим надо бороться, и для этого у нас на сегодняшний день есть все возможности и все ресурсы, и это не требует огромных затрат, это требует просто такой структурной реорганизации, это требует подходов к тому, что мы должны написать свои скажем так, ну не хочу сказать рекомендации, а может быть рекомендации, а может быть рекомендации, которые должны включаться именно в клинические рекомендации, которые сегодня обновляются, очень усиленно пишутся по нозологическим различным нозологическим формам, которые у нас, у нас, к сожалению, мы столкнулись с тем, что мы не можем написать клиническую рекомендацию по менеджменту крови пациента, поскольку по приказу Минздрава клиническая рекомендация и пишется под конкретную нозологию по МКБ-10. Хорошо, но вот, например, в вашей практике достаточно часто, я думаю, бывает, приходит молодая прекрасная девушка, беременная, с анемией. Причем с этой анемией она уже ходит несколько лет, было несколько попыток лечения препаратами железом перорально. И ей, по сути, нужно внутривенное введение железа. А кто это должен проводить? То есть на каком этапе тогда проводится вот это лечение, на ваш взгляд? Ну вот здесь есть очень... Здесь я могу очень просто ответить. Есть рекомендации по лечению анемии. Вот как раз по лечению анемии рекомендации есть. Но здесь еще очень много зависит вообще от, так называемой, от комплоентности пациента. И я не помню, но достаточно давно в Голландии и в Дании проводили исследование по поводу определения возможности у женщин рака шейки матки. И просто взяли всем женщинам по почте, разослали стеклышки, описали, как они должны взять у себя мазок, дальше они должны были отправить эти стеклышки назад. И выявлялось, какое количество патологий шейки матки есть у этих женщин. И вот когда проводилось исследование, это было показано, появилась такая фраза, медицинское население со знаком плюс и со знаком минус. То есть медицинское население со знаком плюс – это те люди, которые следят за своим здоровьем, которые идут к врачу никогда уже, все плохо. А они ходят регулярно, допустим, женщины ходят, делают ультразвук. Точно то же самое касается анемии. А у нас, к сожалению, очень часто анемии, ведь бывает так называемый латентный дефицит железа, который не всегда проявляется. Когда он проявляется, женщина приходит к врачу, и здесь уже многие врачи просто не обращают внимания на так называемые анемии легкой степени. Ну, вроде бы гемоглобин 100. Это нормально или нет? Нет, конечно, ненормально. В норме у небеременной женщины гемоглобин должен быть выше 120. Ну, у беременной женщины в зависимости от срока беременности, первый и третий триместр – это выше 110, второй триместр – это выше 105 грамм на литр – это норма. Все, что ниже, уже требует коррекции. И вот когда мы говорим, возвращаясь к предыдущему вашему вопросу про центр анемии стоп, он и был создан для того, чтобы мы могли взять на себя этих пациентов, которые наблюдают наши врачи в поликлинике, провести более качественную диагностику и понять, нужно ли им внутривенное железо, или им достаточно назначить пероральное железо. И если пероральное железо, то какое, насколько оно назначается? Ведь вы знаете, что очень часто пероральное железо вызывает различные побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта. И это определяет то, что женщина просто перестает принимать данные препараты. Позвольте я вам расскажу одну историю, которая была в нашем центре. К нам пришла женщина. Это не беременная женщина. Это женщина с миомой матки, как в дальнейшем оказалась, гинекологическая пациентка. Но вопрос в том, что женщина пришла к нам с гемоглобином 46 грамм на литр. Это тяжелейшая анемия. Тяжелейшая анемия. И данная анемия представляет уже непосредственно угрозу для здоровья и жизни пациента. Она пришла к нам сама. И когда мы начали с ней говорить, как же так случилось. Женщина, кстати, москвичка. Она сказала, что она живет на втором этаже. И всю жизнь она ходила на работу пешком. Утром, вечером возвращалась. И вдруг она стала замечать, что когда она поднимается после работы на свой второй этаж, у нее появилась отдышка, у нее появилась тахикардия. И она стала как-то плохо себя чувствовать. У нее появилась повышенная утовляемость. Она, как законопослушная, через госуслуги записалась на прием к терапевту. То есть это недавно было? Ну, это было... Ну, госуслуги, мне кажется, уже всю жизнь с нами. У меня лично такое впечатление. Это действительно удобно. Она записалась к терапевту. Она пришла на прием к терапевту, рассказала то, что ее беспокоит. Терапевт взял анализы и увидел там гемоглобин. Ну, на тот момент он был, конечно, не такой критический. Он был где-то в районе там от 50 до 60, я уже точно не помню. Но тоже это анемия тяжелой степени. И терапевт оказался очень грамотным специалистом. Он, естественно, отправил ее к гематологу. Придя к гематологу... А, гематолог. Гематолог – это специалист. И запись на госуслугах к нему уже где-то только за недельку. То есть за две. А вот правильно ли поступил как раз у терапевта? А можно я оставлю это на самое вкусное? А хорошо. Так вот, гематолог тоже оказался очень грамотным доктором. Он хорошо собрал анамнез у пациентки и выяснил, что у нее обильная менструация. И он отправил ее на ультразвук. На ультразвуке у нее увидели достаточно серьезную большую опухоль мем у матки. И гематолог, естественно, сказал, да, вам нужно к гинекологу. И женщина опять пришла, опять записалась только уже к гинекологу. Пришла к гинекологу. А гинеколог, посмотрев, я сказал, женщина, вас надо оперировать. У вас большая мема матки. Но у вас же тяжелая анемия. Поэтому вам надо к гематологу. И вот тогда она узнала, что есть анемия стоп в центре акушерства гинекологии. И пришла к нам. И вот, отвечая на ваш вопрос, кто был неправ. Конечно, неправ был первый терапевт. И он был неправ не потому, что он отправил ее к гематологу. На самом деле, в такой ситуации он должен был поступить очень просто. Видя анемию тяжелой степени, он должен был вызвать наряд скорой помощи. Эту пациентку нужно было отправить в любое стационарное лечебное учреждение, где ей бы перелили эритроциты. А дальше бы сделали ультразвук, пригласили бы гинеколога, пригласили бы гематолога. И оказали бы полностью помощь. Слава богу, что эта женщина, с ней вот за этот период хождения по врачам-специалистам не произошло никакой катастрофы. Но ведь она могла произойти. И это была бы беда. И, к сожалению, таких много случаев. Вот для этого мы создали анемию-стоп. Для этого на нашем сайте есть ссылка. Люди могут посмотреть, люди могут прийти. И мы сделаем хорошие анализы, назначим им грамотное лечение. И не обязательно. Это касается не только пациентов кушерско-гинекологического профиля. Это касается любых пациентов, которые следят за своим здоровьем. А так, я хочу сказать, что если есть анемия, она должна лечиться. И, к сожалению, железодефицитная анемия даже в легкой степени и средней очень тяжело лечится диетами. Иногда это недостижимо уже. Но в то же время мне хотелось бы сказать еще вот какую важную вещь, на мой взгляд. Все-таки анемия, это всегда, особенно железодефицитная анемия, средняя и тяжелая степень тяжести, это всегда вторичный патологический процесс. Если есть железодефицитная анемия, средняя и тяжелая степень тяжести, нужно идти к врачу и разбираться. И смотреть, в чем причина возникновения этой анемии. Самое интересное в профессии Самое интересное в профессии – это видеть счастливые лица твоих пациентов, которые тебя иногда не помнят и не знают, кто ты. И это доставляет огромное удовольствие. Но я же не всю жизнь занимался интенсивной терапией. Когда-то я занимался именно акушерством гинекологии. Так вот, на том этапе моего развития для меня самым интересным было рождение нового человека, рождение новой жизни. Если мы возвращаемся к вопросу patient blood management, то есть там еще такое слово «менеджмент». То есть каким образом менеджмент и врач, то есть где здесь знак равенства, то есть и как врач может повлиять на менеджмент? Или менеджмент влияет на работу врача? Вот где здесь та середина или, может быть, то начало, с чего нужно начинать? Екатерина Викторовна, на самом деле это просто же дословный перевод patient blood management. Но дело в том, что если вы посмотрите очень большое количество различных литератур англоязычной, то там очень часто слово «менеджмент» звучит как по отношению к управлению или к лечению какой-либо патологии. Точно так же и здесь. Здесь, конечно, слово «менеджмент», оно не носит именно вот такого только управленческого характера. Я считаю, что вот вы очень интересно сказали, где менеджмент, а где врач. Но на самом деле, мне кажется, хороший врач должен быть и хорошим менеджером, и он должен управлять патологическим процессом, он должен управлять своими знаниями и формировать действительно программы лечения, основываясь на каких-то действительно новых, важных, высокоэффективных, как с позицией доказательной медицин, так и с экономической позицией методах лечения. И здесь очень важно, что менеджмент крови пациента действительно экономически очень важен. Почему? Он уменьшает ведь не только количество аллогенных трансфузий, а при этом, я просто скажу для тех, кто не знает, что донорские компоненты стоят очень дорого. На сегодняшний день литр свежезамороженной плазмы, его цена доходит до 40 тысяч рублей за литр. Литр эритроцитов, так называемой эритроцитной взвеси, ее стоимость доходит до 24-28 тысяч рублей за литр. Это большие деньги, это очень большие. Если, вот я, знаете, приведу вам такой пример. Одна из калифорнийских клиник только на этапе правильного формирования заявки на донорскую кровь, с учетом того, что действительно необходимо, ей удалось экономить 24%, на 24% уменьшить количество трансфузий. И на этом одна клиника сэкономила в год 1,6 миллиона долларов. Это для одной клиники очень большие деньги, 1,6 миллиона долларов. При этом им удалось снизить койко-день с 10 до 6 и уменьшить с 5 до 3% смертность у больных. То есть вот это не только экономическая, но и, конечно, важная лечебная эффективность. И поэтому врач, который выполняет... На сегодняшний день, мне кажется, конечно, нашим врачам очень сложно. Я скажу свое мнение, что нас пытаются зажать в рамки клинических протоколов, лишая многих врачей вообще способности мыслить. Ведь медицина — это не сфера услуг, это искусство. Медицина — это искусство. И любой врач должен мыслить, когда он делает, и он мыслит. И многие... И я знаю, вот все наши врачи, которых я хорошо знаю, мы вынуждены выполнять эти клинические протоколы. Но ведь эти клинические протоколы, к сожалению, несовершенны. И я думаю, они никогда не будут совершенны. Потому что каждый пациент... Это... Я еще раз повторю, не на принтере нас распечатали. Каждый пациент по-своему реагирует на патологический какой-то процесс. Он по-своему реагирует на лекарственные препараты. И поэтому на сегодняшний день, если вы посмотрите зарубежную литературу, то везде на первое место выходит так называемая персонализированная медицина. То есть персонализированный подход к пациенту. И вот здесь менеджмент крови, он очень хорошо укладывается именно в процесс персонализации. Персонализировано отношение к пациенту. Необходимо ему назначить препараты железа. Необходимо ли ему запланировать на операцию использование интраоперационной аппаратной реинфузии. Необходимо ли ему выполнить методы региональной анестезии, которые сами по себе на 20% уменьшают кровотечение. Необходимо ли ему при массивной кровопотере сегодня перелить эритроциты? Или их можно перелить на следующий день? Или их надо наоборот перелить раньше? Потому что мы на сегодняшний день знаем, что одна из очень важных функций эритроцитов, это даже не то, что они являются обеспечивать транспорт кислорода, а то, что когда их много, они прижимают тромбоциты к сосудистой эндотелиальной стенке, тромбоциты очень быстро начинают оказывать свое гемостатическое действие. Вот понимаете, то есть это многогранное, многогранный очень подход. И почему мы всегда говорим, что менеджмент крови пациента – это мультидисциплинарный подход. Только совместное обсуждение тяжелых больных акушером-гинекологом, либо хирургом, трансфузиологом, анестезиологом-реаниматологом, специалистами-трансфузиологами, которые работают в банке крови. Это своевременный подход к тому, чтобы действительно оказать все наше лечение с максимальным эффектом и с минимальным побочным действием. Ну вот, к примеру, у нас очень часто проходят в центре такие тяжелые операции у беременных женщин с предлежанием и вырастанием плаценты. И мы на еще этапе до оперативного вмешательства обсуждаем все вместе, что мы должны сделать для того, чтобы уменьшить кровопотерю или уменьшить последствия этой кровопотери. Грамотно полечить анемию этих женщин перед операцией. Когда мы идем на эту операцию, мы берем с собой не только селсейвер, да, и проводим не только интраоперационную реанимфузию, а мы сразу берем с собой в операционные компоненты крови, чтобы не терять время на заказ их, да, пока их донесут из нашего банка до операционной. То есть мы их берем сразу с собой. И вы знаете, я хочу сказать, что в лечении тяжелых массивных кровотечений самое главное – это время. Вы, если вы успеваете, то все у вас будет хорошо, и вы справитесь. И, конечно, на сегодняшний день… Ведь посмотрите, мы перешли в эру так называемой факторной терапии кровотечений. Если раньше все было просто – перелили плазму, перелили эритроциты, перелили тромбоциты. Некоторые наши коллеги и сегодня так говорят. Но сейчас даже ходят разговоры о переливании теплой донорской крови и даже прямом переливании. Я считаю, что это применимо только в условиях боевых действий, на поле боя, когда действительно это может иметь какое-то значение. Но в настоящий момент, имея такой арсенал лекарственных препаратов, имея достаточное количество высококачественных компонентов донорской крови, конечно, мы не должны об этом говорить. Но вопрос факторной терапии ведь важен почему. Мы должны использовать эту факторную терапию, определяясь, четко определяясь на данные системы гемостаза в конкретный момент времени. И на сегодняшний момент у нас есть такие возможности. У нас есть два уникальных метода, такие как тромбоэластометрия и тромбоэластография, которые дают нам возможность коррегировать гемостаз очень тонко и очень четко. То ли мы используем ингибиторы фибринолиза, то ли мы используем приупрецепитат при снижении уровня фибриногена, особенно это важно в акушерстве, поскольку низкий уровень фибриногена в акушерстве является стопроцентным предиктором возникновения жизнеугрожающего кровотечения. На сегодняшний день у нас появился и есть, слава богу, отечественный препарат седьмого активированного фактора свертывания, такой как КАГИЛ-7. Это уникальный препарат, который ни в чем не уступает зарубежным аналогам, но и он должен применяться по показаниям, он должен применяться под обязательным контролем системы гемостаза и именно вот такими современными методами, которыми я повторю еще раз, являются методы тромбоэластометрии и тромбоэластографии. И хочу еще несколько слов все-таки сказать про седьмой активированный фактор свертывания. Я считаю, что, вот представляете, это препарат уникальный. Чем? Вообще, изначально он был создан для лечения гемофилии. Но он известен уже вообще в мире, по-моему, более, наверное, ну, более 20 лет. Может быть, я ошибусь, там, плюс-минус, там, 3 года. Но я могу вам сказать, что за все эти годы он в 3-4 раза только увеличил свое использование по назначению. И более чем 160 раз он увеличил свое использование, что называется, офф-лейбл. И на сегодняшний день седьмой активированный фактор, особенно ткаогил, которым мы очень широко пользуемся, это тот препарат, который дает нам возможность выполнить органосохраняющую тактику. А ведь это же очень важно. Друзья мои, ведь остановить кровотечение в акушерстве очень легко заходите, идете на операцию, заходите в живот, кладете два микулича на маточные сосуды, дальше проводите гистроктомию, то есть удаление матки. И все, и нет кровотечения. Но мы с вами живем в эпоху перинатального акушерства, когда наши женщины первый раз начинают рожать после 30. Когда громадное количество беременностей в результате АВФ-программы, ну, ЭКО. И мы считаем, что мы должны сделать максимально все, чтобы выполнить органосохраняющую тактику, поскольку это дает нам возможность, это мы даем возможность, и это дает возможность женщине еще раз выполнить свою репродуктивную функцию. Это очень-очень важно. И вот здесь весь этот комплекс использования МКП и использования современных факторов свертывания, таких как коагил, дают нам именно в акушерстве возможность выполнить органосохраняющую тактику, справиться с кровотечением и избежать негативных последствий, связанных с переливанием донорских компонентов в крови. Вот, наверное, как-то так. Но ведь бытует мнение, что факторы свертывания могут оказывать влияние на осложнение после операции, то есть на тромбообразование. То есть ваша точка зрения? Конечно, абсолютно. Абсолютно согласен с этим мнением. И любой лекарственный препарат, будь то лекарственный препарат, будь то свежий замороженный плазма, который считается наиболее, кстати, тромбогенный из всех существующих методов воздействия на гемостаз, могут привести к развитию венозных тромбоэмболических осложнений. Но когда мы... Так вот и здесь тоже очень важно, если мы правильно подготовили нашего пациента, если нам удалось избежать развития массивного кровотечения с использованием современных и хирургических тактик, и местных гемостатиков, которые у нас есть в нашем арсенале на сегодняшний день, тем самым мы уменьшаем количество препаратов, действующих на гемостаз, тем самым, первое, уменьшаем риск развития тромботических осложнений. Ну и самое главное, конечно, после любого оперативного вмешательства, особенно оперативного вмешательства, связанного с достаточно серьезными кровопотерями и введением большого количества гемостатических препаратов и компонентов крови, у нас есть стандарты профилактики тромботических тромбоэмболических осложнений, низкомолекулярными гепаринами, которые должны строго-строго выполняться. Напутствие для молодых врачей. Здесь сложный вопрос напутствие для молодых врачей. Я думаю, что самое главное, чтобы они понимали, что медицина – это очень динамично развивающаяся профессия, особенно в настоящее время. Побольше читать, побольше читать литературы, следить за тем, что происходит в мире, за тем, что делается. А вообще для врача, наверное, самое главное – это постоянное образование, постоянное совершенствование своего мастерства. Вот я желаю им не останавливаться никогда, а постоянно совершенствоваться, пытаясь достичь каких-то действительно целей, которые будут направлены на благо наших пациентов. Олег Владимирович, огромное вам спасибо за такую полную и содержательную беседу. Спасибо вам, Екатерина Викторовна. Субтитры создавал DimaTorzok